Я уверен, что по своим следам я смогу выйти обратно к палатке. Главное не замерзнуть, пока меня может быть не найдут. Рудно – этот алякский треугольник. Все сложил, все закрепил, осталось только переодеться и отправиться в путь. Сейчас дух начинает перехватывать, от того, что понимаешь, что это место реально какое-то аномальное. Везде дорога завалена, именно бывшая дорога. Если никто не рубил все деревья, вот они целые стоят, просто нагнутые. Сейчас по фырму все скидал в прибанник, ну и рожок в печку, сейчас надую матрас. Блин, заботился о своих женитях. Меня зовут Тим Морозов и я совершенно один, зимой в палатке, практически в центре лякского треугольника решил провести ночь. Я не знаю, удастся ли мне что-то выяснить сегодняшней ночью, а если удастся, смогу ли я вернуться домой. Подключаю датчик движения и полароид. Что за ерунда? Опять крик. Друзья, я не охотник, но звуки некоторых зверей знаю. По-моему, это было не похоже ни на одного из тех зверей. Сейчас наушник один. Было, друзья, что-то было. Звук ломания веток, но сейчас ничего нет. Может правда, просто прошел где-то не вдалеке какой-то зверь. Колокольчики. Колокольчики. полароид Снова сработал, я здесь как в ловушке, не вижу ничего. Снова сработал. Там есть кто-нибудь? Там есть кто? Сейчас не слышу никого. Там есть кто-нибудь? Там есть кто-нибудь? Там есть кто-нибудь? Там есть кто-нибудь? Надо проверить следы, здесь только мои. Поехали! Иди сюда! На полароде 3 фотографии должно быть следов. Я там не вижу спереди. Так, это мои следы, куда я поларод устанавливал. Веревки следов нет. Поэтому. Просто лес. На первой фотографии, на второй, не знаю, это что, птица или сука? Тоже просто лес, а это последняя, она еще не сделалась. Я не вижу никого на этих фотографиях, здесь даже меня нет, когда датчик сработал, в объектив полароида я не попал. Итак, друзья, за время пребывания в лесу, это примерно уже 10 часов, в дневное время и в ночное, сейчас уже 2 час ночи, пока в принципе я ничего мистического не обнаружил, все можно объяснить. Хруст деревьев, хруст веток, возможно из-за снега. Недавно выпало очень много осадков в виде снега и может быть деревья не выдержали, просто поломались и все. Следующие колокольчики, маловероятно, мало верится, но может быть от ветра, как вариант, хотя ветра я не слышал, ветра не было. Полароид, я ничего не сфотографировал, я не думаю, что это какой-то глюк, может быть у датчика движения, но следов я не нашел. Может быть птица, хотя второй час ночи уже все животные и птицы должны спать. Вот только крик мне не дает покоя. Звучит конечно безумно, да я знаю, что в этой местности много людей без вести пропало, потерялось, но сейчас зима и в принципе, как я считаю, можно выйти по своим следам. Я хочу найти следы, чтобы быть точно уверенным, что это животное. Походить вокруг по местности в принципе должно быть недалеко от палатки, но я уверен, что по своим следам в принципе я смогу выйти обратно к палатке. Конечно я соберу, наверное, рюкзак сейчас, возьму все самое необходимое на всякий случай, потому что бывает всякое, и собственно постараюсь отправиться в поисках следа животного, которое кричало. Практически все необходимое я с собой взял, газ, еду, фонарики, батарейки, отправляюсь искать следы, чтобы видеть издалека, если вдруг заблужусь, будет красный мигать. Осталось выбрать дерево. Так, по-моему звук был оттуда, откуда-то, наверно туда я и пойду. Есть! Так, все, друзья, маяк повесил, там он висит. Так, в общем, беру оборудование и пошел. Маяк повесил, там он висит, там он висит, там он висит. Маяк видно. Тихо. 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 Продолжение следует... Пока не видно ничего, наверное это не совсем лёгкое занятие найти следы какого-нибудь зверя. Как будто что-то блеснуло там, как будто что-то глаза вон там. Может показалось? Наверное показалось, да? Тихо! 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 Опять был какой-то крик. Блин, сейчас совсем рядом было. Попробую на очки надеть ночное увидение. Слышите? Я походу недалеко от своих камер, от своей палатки. На очках не вижу никого. Ветка. Немного в очках ночного видения всё смотрится по-другому. Здесь я уже шёл. Да! Здесь я уже шёл! Никого не видно! Друзья, я не знаю, раздавались опять эти звуки, раздавались скрежет деревьев, но не найти, уже пол леса обшарил, ничего нету, пойду обратно, я не понял, как так-то? Где мой след дальше? Как так-то быть такого не может, следов моих просто нету, и маячка тоже. Брич, который я повесил, тоже нигде не видно. Я вообще не понимаю, не знаю, что делать. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я только хуже делаю, сейчас запутаюсь. Что это за фигня? Черт возьми, как так-то, не может быть такого просто. Черт возьми, надо что-то делать, хотя бы костер развести. Может хоть до утра дотянуть, может в светлое время получится палату найти, хотя тут люди и в светлое время терялись. Как так-то, я вообще понятия не имею, куда идти. Не знаю, друзья, дрова наверное сырыеся. Сейчас попробую при помощи газа как-то разжечь что-нибудь. В общем, друзья, костер так себе горит, потихонечку разгорается. Если газа хватит, то возможно все разгорится хорошо. Сейчас дрова подсохнут, главное не замерзнуть. Я не знаю, буду я искать, если получится разжечь костер, может быть я просто буду на этом месте ждать, пока меня может быть не найдут. Потому что если углубляться, то можно еще хуже сделать, если идти по идее. Вы слышали сейчас колокольчик, и он был не очень далеко. По-моему, с той стороны, у меня здесь дрова делал, ничего не видел. Ломал. Откуда-то оттуда маяка там не вижу. Друзья, я не знаю, что делать, с той стороны звеняли колокольчики, но, блин, это лес. Все может быть иначе, звук распространяется совсем по-другому, не как в обычной местности. Я могу просто уйти, здесь все-таки костер возможно будет. Если я пойду, могу потерять и костер, и не найти палатку. Не знаю, может лучше дождаться утра, но, блин, а что если больше колокольчики звенеть не будут? Может это единственный шанс, чтобы выбраться? Я вообще не знаю, в замешательстве. Если дождусь утра и так же могу не выбраться отсюда, как и все остальные. Не знаю, наверное, надо все-таки пробовать идти. Откуда же этот колокольчик звенел-то? Ветра сейчас нет вообще. Точно, блин, еще дальше залезу куда-нибудь. Эти деревья перекошенные, перебитые. Тихо! Откуда-то оттуда sıFO has left foot. Давай же еще... Смотрите... Сигнал мой. Санки мои, пойду прямо на сигнал. Палатка, фу, ура, надо срочно печку включать. Добрался до машины, время сейчас 9.45, воскресенье 27 декабря. На этом все друзья, до скорых встреч, увидимся. Продолжение следует...